Сирийская провинция Алеппо. Осень прошлого года. Боевики террористических группировок делают все возможное для того, чтобы не потерять восточную часть северной столицы Сирии. Главари бандформирований получают подкрепление из Идлиба. Боеприпасы, бронетехнику. И пытаются, используя численное преимущество, прорваться к отрядам, которые заблокированы в восточном Алеппо. В какой-то момент возникает реальная угроза прорыва в кварталы, которые контролирует сирийская армия. Вот так это выглядело тогда. За событиями ежедневно следила наша группа. Москва. Почти полгода прошло после освобождения Алеппо. Группа военных в парадной форме подходит к памятнику героям фильма «Офицеры» у Национального центра обороны. Герой нашего времени. Бронзовым прототипом героев былых времен. Воинское приветствие. Эти люди офицеры элитного подразделения Минобороны России. Сил специальных операций. Подполковники Евгений и Даниил. Капитаны Роман и Вячеслав. Вот так без фамилий. Подполковник Даниилу достоин звания Героя России. Его товарищи награждены боевыми орденами. Военные сами рассказывают репортерам лишь те немногие факты, что были рассекречены. День был стандартный. Как и всегда. Как говорится, банальная рутина работы. Стала поступать информация, что в одном районе, скажем так, провинции Алеппо участились случаи атак террористов. Жакава Мустры на оборонительные позиции Сирийской арабской республики. Получили задачу выдвинуться в тот район. Группа сил специальных операций. 16 человек занималась привычным, как сами говорят, рутинным делом. Офицеры выявляли огневые позиции боевиков, бронетехнику, реактивные установки, штабы и склады боепитания. Наводили авиацию на цели и координировали действия правительственных сил. В результате было уничтожено три танка террористов, батарея реактивной артиллерии, кустарные пусковые установки, боеприпасы боевиков. Плодотворно работали, периодически подвергались обстрелам, конечно, но потом начался массированный артиллерийский обстрел наших позиций. Применялись установки град, артиллерия, минометы, танковый обстрел. В этот момент в результате несогласованности действий подразделений правительственных сил бойцы сирийской армии отошли. На передовой остались только группа российского спецназа. Что было бы, если бы вы отошли, оставили эту точку? Боевики бы звоняли господствующие высоты какие-то, и потом бы требовались недели, чтобы отбить их заново. И плюс потери, потери среди сирийской армии были бы гораздо больше, чем они понесли тогда. Боевики бросили в атаку батальон. Около 300 террористов столкнулись с 16 российскими спецназовцами. Для прорыва, как это часто здесь бывает, радикальные исламисты использовали смертника. На начинённом взрывчаткой автомобиля. После прорыва ППЛА было выявлено движение шахитмобиля. Опытные турщики, они вовремя сработали. Из-за чего шахитмобиль затонировал, не доехав до нас. Роман — капитан. Он командовал специалистами, которые били из противотанковых ракетных комплексов. Рассказывает подробности. Расчёт обнаружил выдвигающийся БМП, впереди которого шёл бульдозер. Бронированный, обшитый. До трёх-четырёх, бывает, слоёв стальных листов, между которыми, как правило, засыпан песок. Попадания из РПГ-7, как правило, не наносят существенного урона такой машине. Получил команду. Выдвинулись мы на правый фланг. Мы заняли позицию. Оператор с первой ракеты попал нормально в БМП. Взрыв был очень сильный, мощный. В результате и бульдозер, шедший впереди, вышел из строя. Мы смогли отойти на другую позицию. В течение последующих час-полтора нам ещё удалось уничтожить танк, работавший с соседней высотки по группе. По позициям, где находились офицеры, радикалы били артиллерией, танками. Использовали противотанковые управляемые ракеты. Первую атаку мы отразили. Вот их было в течение дня, там, 3-4 атаки было. В ночное время было принято решение подходы заминировать. Мины стали для радикалов большой неожиданностью. Очередная атака была остановлена. Утром была ещё одна атака. Её тоже получилось отразить. Плотность огня была высокая, но страшно только на первых минутах. А потом уже это банальная рутина начинается. Конечно, материала о работе сил специальных операций мало. Практически всё засекречено. Группы сил специальных операций автономны, могут работать и днём, и ночью, даже в самых тяжёлых, неблагоприятных условиях. В тылу противника и на передовой. Каждый офицер сил спецоперации уникальный специалист, который обладает знаниями, что позволяют справляться с задачами, которые другим просто не под силу. В нашем распоряжении есть хроника, которая даёт отличное представление о том, в каких условиях выполняют задачи российские офицеры сил специальных операций. Это кадры нашей группы. СССР использует самое современное снаряжение и вооружение. Специалисты дают возможность авиации наносить максимально точные удары. И при этом постоянно офицеры повышают свою квалификацию. Тоже уникальные кадры, которые есть в распоряжении ВГТРК. Тренировки бойцов сил специальных операций. Этого, конечно, не видно, но понятно. Парадную форму офицеры сил носят редко. Привычнее на задачи в средствах защиты и в разгрузке. Эти военные тогда в провинции Алеппо вели бой с боевиками двое суток. Противник не смог продвинуться ни на метр. Группа сил специальных операций выполнила задачу без потерь. Евгений Поддубный, Антон Степаненко, Юрий Марченко и Александр Пушин. Вести недели из Сирии. Группные турщики, они вовремя сработали. Из-за чего шахит-мобиль затонировал, не доехав до нас. Роман Капитан. Он командовал специалистами, которые били из противотанковых ракетных комплексов. Рассказывает подробности. Расчет обнаружил выдвигающийся БМП, впереди которого шел бульдозер. Бронированный, обшитый. До трех-четырех бывает слоев стальных листов, между которыми, как правило, засыпан песок. Попадания из РПГ-7, как правило, не наносят существенного урона такой машине. Получил команду. Выдвинулись мы на правый фланг. Заняли позицию. Оператор с первой ракеты попал нормально в БМП. Взрыв был очень сильный, мощный. В результате и бульдозер, шедший впереди, вышел из строя. Мы смогли отойти на другую позицию. В течение последующих час-полтора нам еще удалось уничтожить танк. Роман и Вячеслав. Вот так, без фамилий. Подполковник Даниилу достоин звания Героя России. Его товарищи награждены боевыми орденами. Военные сами рассказывают репортерам лишь те немногие факты, что были рассекречены. День был стандартный. Как и всегда, банальная рутина работы. Стала поступать информация, что в одном районе провинции Алеппо участились случаи атак террористов Жахава Анустра на оборонительные позиции Сирийской Арабской Республики. Получили задачу выдвинуться в тот район. Группа сил специальных операций 16 человек занималась привычным, как сами говорят, рутинным делом. Офицеры выявляли огневые позиции боевиков, бронетехнику, реактивные установки, штабы и склады боепитания. Наводили авиацию на цели и координировали действия правительственных сил. В результате было уничтожено три танка террористов, батарея реактивной артиллерии, кустарные пусковые установки, боеприпасы боевиков. Плодотворно работали, периодически подвергались обстрелам, конечно, но потом начался массированный артиллерийский обстрел наших позиций. Применялись установки град, артиллерия, минометы, танковый обстрел. В этот момент в результате несогласованности действий подразделений правительственных сил бойцы сирийской армии отошли. На передовой остались только группа российского спецназа. Что было бы, если бы вы отошли, оставили эту точку? Боевики бы звоняли господствующие высоты какие-то, и потом бы требовались недели, чтобы отбить их заново. И плюс потери, потери среди сирийской армии были бы гораздо больше, чем они понесли тогда. Боевики бросили в атаку батальон. Около трехсот террористов столкнулись с шестнадцатью российскими спецназовцами. Для прорыва, как это часто здесь бывает, радикальные исламисты использовали смертника на начиненном взрывчаткой автомобиля. После прорыва ППЛА было выявлено движение шахитмобиля, оправшись соседней высотки по группе. По позициям, где находились офицеры, радикалы били артиллерией, танками. Использовали противотанковые управляемые ракеты. Первую атаку мы отразили. Вот их было в течение дня, там, 3-4 атаки было. В ночное время было принято решение подходы заминировать. Мины стали для радикалов большой неожиданностью. Очередная атака была остановлена. Утром была еще одна атака. Ее тоже получилось отразить. Плотность огня была высокая, но страшно только на первых минутах. А потом уже эта банальная рутина начинается. Конечно, материала о работе сил специальных операций мало. Практически все засекречено. Группы сил специальных операций автономной могут работать и днем, и ночью, даже в самых тяжелых, неблагоприятных условиях. В тылу противника и на передовой. Каждый офицер сил спецоперации уникальный специалист, который обладает знаниями, что позволяют... Сирийская провинция Алеппо. Осень прошлого года. Боевики террористических группировок делают все возможное для того, чтобы не потерять восточную часть северной столицы Сирии. Главари бандформирований получают подкрепление из Идлиба. Боеприпасы, бронетехнику. И пытаются, используя численное преимущество, прорваться к отрядам, которые заблокированы в восточном Алеппо. В какой-то момент возникает реальная угроза прорыва в кварталы, которые контролирует сирийская армия. Вот так это выглядело тогда. За событиями ежедневно следила наша группа. Москва. Почти полгода прошло после освобождения Алеппо. Группа военных в парадной форме подходит к памятнику героям фильма «Офицеры» у Национального центра обороны. Герои нашего времени. Бронзовым прототипом героев былых времен. Воинское приветствие. Эти люди офицеры элитного подразделения Минобороны России. Сил специальных операций. Подполковники Евгений и Даниил. Капитаны.